здравствуйте дорогие друзья на нашем канале уже выходило несколько фильмов про круглые озера мы рассказывали про несколько круглых озер рязанской области на берегу которых мы брали пробы грунта на цезий 137 был рассказ про круглое озеро в тульской области и в алтайском крае все эти фильмы можно посмотреть на нашем канале ссылки есть в описании и вот сегодня хотим продолжить эту тему и рассказать про круглое озеро в гомельской области в белоруссии экспедиция к нему состоялась летом 2022 года совместно с евгением автором канала разгадки истории на его канале уже вышел фильм не забудьте посмотреть также и его версию само зеркало воды не круглой формы но изогнутая береговая линия явно дело рук человеческих и больше напоминает выборки грунта например при добыче песка также на то как выглядит береговая линия сильное влияние оказывает растительность например рогос на острове однако при взгляде сверху на этот географический объект видно что он имеет идеально круглую форму с характерным островом в центре диаметр поверху от вала грунта составляет 1720 метров наш квадрокоптер даже не смог взлететь на такую высоту чтобы оно все влезло настолько это озеро большое по официальным данным это водохранилище построенная в советское время однако у местных бытует две легенды согласно первой это озеро действительно построили советское время но в качестве чаши параболической антенны для глубокого изучения космоса и системы глобальной навигационной спутниковой системы глонасс вторая версия гласит что данная воронка образовалась в результате секретного испытания ядерного оружия нацистами во время великой отечественной войны то есть ядерный взрыв произошел за полтора года до удара сша по японским городам хиросима и нагасаки кому интересно подробнее по про версию о тайном оружии третьего рейха можете прочитать статью Станислава Голковского на сайте беларусь сегодня ссылка есть в описании как бы там ни было но все версии говорят об искусственном происхождении озера нет ни одной утверждающей о падении метеорита или о карстовом провале друзья подчеркиваю даже согласно официальной точки зрения это не метеоритный кратер и не карстовый провал более того даже официально подтверждено что в советское время действительно создавались водохранилища при помощи ядерных взрывов например озеро чиган в 100 километрах к юго-западу от семипалатинска в казахстане подземный ядерный взрыв становится созидателем строителем искусственного водохранилища в течение нескольких секунд взрывом было выброшено из недр земли 6 миллионов кубометров грунта образовалась огромная воронка но будущего озера осталось только прорыть канал и наполнить воронку паводковыми водами и они пришли на глазах людей рождалось огромное искусственное озеро через трое суток в воронке было уже свыше трех миллионов кубометров воды она все прибывала вот озеро родилось вскоре гидрологи и медики установили что вода озера совершенно безопасно в операционном отношении и вполне пригодна для орошения полей и человеку здесь нечего опасаться уровень радиации не превышает естественного фона словно никогда тут не было ядерного взрыва а озеро возникло естественным путем то есть наше михайловское водохранилище в гомельской области вполне может быть таким объектом с созданным ядерным взрывом особенно если исключить метеоритную и карстовую версии происхождения в открытых источниках нетрудно найти таблицу соответствия мощности ядерного заряда и диаметра ядерной воронки появившейся от приведения этого устройства в действие и вот диаметр михайловского водохранилище в 1700 метров соответствует мощности ядерного взрыва примерно 70 мегатонн только вдумайтесь это при том что знаменитая царь бомба взорванная 30 октября 1961 года официально считается самым мощным ядерным взрывным устройством за всю историю человечества приведенным в действие и она имела мощность в 58 мегатонн взрывная волна от царь бомбы трижды обогнула земной шар само собой советское время скрыть ядерный взрыв который образовал михайловское водохранилище практически в самом центре европы было просто нереально на многих картах в том числе и старинных на этом месте обозначено просто болото из современных круглое озеро обозначено только на картах двухтысячного и 2001 годов на картах за другие периоды этого озера нет и как ни странно даже на карте 2022 года его также нет то есть само озеро есть мы на нем находимся а на карте она не значится это к вопросу о том насколько достоверны карты отображают реальность отсутствие озера на картах вплоть до 2000 года вовсе не является показателем отсутствия этого объекта на местности в этом плане стоит обратить внимание на одну карту 50-х годов двадцатого века точно на месте круглого озера находится обширное болото а вот территория размечена участками прямо как на современной карте также хочу отметить такой важный момент конструкция шлюзов которые расположены снаружи отвала грунта эти шлюзы говорят о том что уровень воды в озере гораздо выше чем вокруг несмотря на то что отвал насыпан из крупного песка то есть дно и стенки водохранилища герметичные из-за плавления грунта хочу еще раз подчеркнуть вокруг круглого озера михайловского водохранилища много болот а имеющиеся сельскохозяйственные поля и зарезаны узкими полосками каналов это уже осушенные болота поэтому версию о создании водохранилища сельскохозяйственных целях для орошения полей можно отбросить сразу для засушливых степей казахстана эта версия может быть вполне годный но не для болот в гомельской области также не подходит версия о том что это озеро сборник воды с окрестных болот для их осушения ведь размеры болот и озера не сопоставимы тем объемом воды которые есть в этих болотах можно заполнить это озеро менее чем за один сезон а на следующий год куда девать воду из окрестных болот при том что вода из озера также никуда не денется даже если сельскохозяйственные цели этого озера прописаны в каких-либо официальных бумагах то этому может быть только прикрытие чего-то большего но давайте от конспирологии обратимся к фактам в наше время на берегу этого озера раскинулась база отдыха с уютными домиками хозяин базы принял нас очень радушно и бесплатно разместил одном из свободных домиков за что пользуясь случаем выражаем ему огромную благодарность повсюду песок причем так называемый речной песок крупной фракции и это при том что кругом болото берег дорога лес отвал грунта песок везде даже на дне озера покуда могли достать так как берег озера резко уходит вниз вода в озере относительно прозрачная водится рыба но рыбу в озеро запустили совсем недавно на отвале грунта растительность очень скудные с обеих сторон отвала трава ростом с человека а на самом отвале практически голый песок уровень радиоактивного фона 0,09 микрозиверт в час на комары тут зверские конечно 9 9 сотых микрозиверт час высота твала грунта около 15 метров при этом он состоит из песка тут отмечу что внутри кольца песок более светлый чем снаружи и этот песок разной плотности на этих кадрах отчетливо видно что при переделке озера водохранилище слой песка на отвале был нарушен то есть слои были перемешаны здесь поддержу официальную точку зрения в том плане что этот песок насыпной но с той лишь разницей что насыпали его не люди копая водохранилище аккумулятивная струя взрыва поднявшую этот песок в воздух сравнивая михайловской водохранилище в гомельской области с тем уже озером чиган в казахстане мы видим много общего за исключением разве что уровня радиации и островка в центре воронка озеро чиган образовалась в результате подземного ядерного взрыва а воронка михайловского водохранилище судя по острову в так называемой зоне подсоса образовалась в результате наземного ядерного взрыва и тут начинается самое интересное друзья постарайтесь проследить дальнейшую мысль для создания воронки которая впоследствии станет озером чиган было специально разработано взрывное устройство уровня частоты в 94 процента то есть 94 процента энергии взрыва обеспечивалась реакциями термоядерного синтеза не дающего радиоактивных продуктов по крайней мере так утверждает официальная информация по озеру чиган 15 января 1965 года на глубине 178 метров был произведен подземный ядерный взрыв и мощность взрывного устройства составила 170 килотонн настоящее время диаметр воронки озеро чиган составляет 580 метров по отвалу грунта при этом впервые месяцы после взрыва повышенный радиационный фон был именно на отвале в то время как на дне воронки еще до заполнения ее водой уровень радиации хоть и был повышенный но он был гораздо ниже чем на отвале грунта в настоящее время спустя 60 лет после ядерного взрыва озеро чиган внесено в список местностей особо сильных пострадавших от ядерных испытаний вокруг озера до сих пор сильно повышенный уровень радиации на михайловском водохранилище о котором собственно сегодня идет рассказ уровень радиоактивного фона в пределах нормы такое возможно только в одном случае ядерный взрыв был гораздо раньше чем 60 лет назад настолько раньше что прошло уже несколько периодов полу распада немаловажно будет отметить еще такой момент как мощность взрыва существует простая закономерность что чем выше мощность заряда тем больше диаметр воронки и тем меньше остаточная радиация и более короткий срок она держится для зрителей далеких от ядерной физики позвольте буквально в двух словах пояснить почему важно это понять период полу распада это условное определение показывающие за какой промежуток времени в результате ядерной реакции распада количество вещества уменьшается вдвое собственно потому он так и называется период полу распада например у цезия 137 примерно 30 лет йода 131 около восьми суток подчеркиваю полу распада а не полного разложения это значит что от условного килограмма цезия 137 через 30 лет останется полкило еще через 30 лет 250 грамм еще через 30 лет 125 грамм и так далее каждые 30 лет количество вещества будет уменьшаться в два раза таким образом через 180 лет от условного килограмма останется около 15 грамм цифра абсолютно условные просто для простоты понимания того что через 200 лет радиоактивный остаток найти очень даже реально но не дозиметром а в изотопной лаборатории естественно помимо цезия на месте ядерного взрыва будут присутствовать и другие продукты ядерного распада и остатки самого ядерного топлива но все они имеют свои периоды полу распада например период полу распада урана 235 составляет 703 миллиона лет плутоний 244 80 миллионов лет но тут нужно понимать что чем выше мощность ядерного заряда тем большее количество исходного вещества уступает вступить в реакцию высокий уровень радиации сразу после взрыва держит именно продукты распада урана и плутония которые в основном короткоживущие примеры с техногенными ядерными авариями типа чернобыля или фукусима не подходит ибо там раскидано в основном именно ядерное топливо которое будет фонить эти самые миллионы лет таким образом спустя 200 лет после взрыва радиоактивный фон на месте ядерного взрыва вполне может быть в пределах нормы разве только немного выше по сравнению с окружающей местностью и вот эту разницу и нужно искать а обнаружить следы ядерного взрыва в большинстве случаев можно только в изотопной лаборатории именно поэтому на месте взрыва даже чистого в кавычках заряда спустя всего 60 лет уровень радиации очень высок а на месте взрыва мощного заряда спустя 200 лет радиации практически нет подведем итог михайловское водохранилище не является карстовым провалом или метеоритным кратером она полностью искусственный объект с герметичным дном и стенками однако не является частью системы орошения или мелиорации полей его отсутствие на картах вплоть до 2000 года вовсе не является показателем отсутствия этого объекта на местности это водохранилище не было создано в советское время ядерным взрывом хотя единственное что могло его создать это именно ядерный взрыв таким образом судя по уровню радиации и размером мы можем сделать примерный вывод а мощности ядерного взрыва и времени как давно он был вот такая вот простая аналитика и вот он этот вывал и здесь просто песочек то есть вот откуда мы пришли вот оттуда там видно трава-трава-трава прям по пояс и здесь сразу начинается этот вот песок вот он он то есть это тупо песок просто песок причем радиации здесь никакой нету женщины отмена далеко с дозиметром не уходи я до тебя как пойду друзья но это еще не все впереди много интересного поэтому я с вами не прощаюсь благодарю за то что досмотрели до конца всего вам доброго до скорых встреч